всем привет с вами при как говорится видосик то этот должен был быть еще наверное месяц полтора назад как бы наверное даже и не раньше отвечу на самый наверное главный вопрос почему дк потому что очень многие сейчас заходят на стримы там начало учебного года школьники пришли люди не особо владеющей информацией по каким-либо моментам но как бы не беда окей мое дело объяснить все таки и уже раз и навсегда наверно закрыть тему отвечу на самый главный вопрос почему же дк почему я ушел свара и решил пересесть именно на дк мол типа у меня же были там еще трюид и паладин ну давайте рассуждать сразу так логически паладин как танк не особо статичен в плане выживания друид да вполне хорош в плане выживания но видеть его медвежью попу посреди экрана дело такое делать секретный облик ради того чтобы нормальный вид был у друида у мишки ну человек как то такое себе лениво мне это было делать на самом деле вот и в итоге я решил сделать себе еще одного латного танка помимо вара решил сделать дк и я так посидел подумал мол типа у меня был дк на дракономоре которым я фармил гарнизоны притом делал это успешно и мне весьма нравилась механика танкования у блат дк в припатче легиона почему бы не поиграть за него да и к тому же с обновления 72 дк стал очень полезен для группы за счет того что появилась аура вампиризма а это уже очень много чего дает для группы на самом деле при фарме каких-либо ключей когда много дамага не проходит а так чисто постепенно то аура вампиризма это полный сейф группы можно сказать иначе не скажешь вот в этом такая первая полезность дк вторая полезность дк я начал так по пунктам и распределять ну продолжу вторая полезность дк пожалуй заключается в том что у дк есть различного рода притяжки и rdd кик заморозка разума все он в этом плане чуточку удобней и как либо контролить мобов сводить подводить их намного проще чем наваре да можно сделать это и наваре и там кикать косты и мобов не замедлять но слишком много условий нужно для этого делать чтобы на войне нормально свести мобов при фарме с пилишниками которые по кд замедляют этих мобов это сделать почти невозможно на дк ты даешь одну кнопку и все мобов тебя стягиваются и там нарезаются станы всякие опустошители отвара всякие ауешечки там все что только можно вылетает в этих мобов мобы бедные рассыпаются и теряются в принципе в пространстве легиона и это классно но также у дк есть различного рода сейвы и к тому же самый сильнейший сейв в виде крови вампира но все-таки увеличение хп и увеличение получаемого отхила это реально очень сильно этот сейв он никогда не будет в полутора минутном кд он всегда будет в наиболее меньшим кд потому что при затратах рунической силы кровь вампира откатывается и все становится просто идеально ну так вот с этого и такие вот скачки хп на дк то есть активно кровь вампира хп увеличена не активно обычный показатель хп но хотя даже от избыточного исцеления удара смерти там тоже увеличивается хп максимальная по какому процентажу я уж рассказывать не буду это кому интересно сами узнаете просмотрите как артефакт прокачивать что с него идет вот на самом деле и приятно за дк играть как-то уйти с системы чарджей для меня весьма интересно единственный на самом деле минус который только прослеживается у дк это низкая мобильность да есть блуждающий дух хорошо но это единственный спринт ладно хоть он у меня инженер есть нетрускорители на поясе это хорошо вот но суть конкретно дк-шного спринта блуждающего духа в том что ты его используешь скорость передвижения повышается все классно используешь способность спринт вырубается ну типа печально потоковый спринт это что-то новенькое что-то такое несколько бомбящие я бы сказал самом деле вот ну и если уже в такие уж прям крайности лезть ну типа почему я продолжил играть за дк то есть я же мог поиграть за него две-три недельки допустим искать все мне не нравится я пошел обратно навара ггвп я говорю нет говорю я продолжу играть на дк ну потому что мне это все дело понравилось во первых а во вторых знаете лутом весьма подбадривают меня на дк-шку моего мол типа я сейчас рейдю гильдии гильдии эксплойт кстати ну вот осваиваем аватару мифическую восьмого босса так что если вам будет интересно вы на стрим заходите там бомбежи и ругань срачи там все что только можно но я напоминаю у нас все-таки культурные стримы в мера в мерах разумного там иногда ругаются может хоть повеселитесь маленькой день ваш станет ярче с этого а у кого-то вечер у малых свой поезд же разный вот относительно быстро дк-шку своего отдел то есть получается до 900 и клипа я оделся сам со всяких там простых мифик плюсов не фарми их особо с лфр-ов да у меня было лфр кусок ноги сейчас он эпохальный далее получается так что я фармил 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 плюсы гонял рейды в рейдах китал монетки все делал 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 и тогда еще когда были актуальны нападения в озеро тех теска ведь это озеро по факту в расколотых берегах когда были актуальны нападения и за осколки пустоты можно было покупать шмот мне выпал кристалл да было такое дело сейчас я покажу он у меня где-то тут есть я специально увеличил чтобы вам было видно чтобы вы это все дело фиксировали вот он 895 кристалл видите да вы спросите тогда а чё это на тебе еще один кристалл делает а я вам отвечу а мне вчера упал еще один кристалл я варом осколки пустоты фармил с большей интенсивностью и занялся этим намного раньше чем на дк и мне не упал кристалл ну как бы ладно да за аргунит я раз в два дня точно покупаю на варе и раз наверно в день или раз в полтора дня на дк тринку а в итоге на дк упал кристалл при весьма веселых обстоятельствах скоро видосик будет небольшая вырезка вы сами все увидите а пару как бы нет я очень везучий человек напомню вот в общем не знаю пока что мне нравится играть за дк мне приятно играть за дк людям приятно играть со мной когда я наблюда к и все в принципе отлично я всем доволен знаете свара это пересесть на дк это какая-то разрядка что ли прям полнейшая ну да конечно владыка он живуч в каких-то ситуациях это даже скучно то что на варе там приходится сидеть вжиматься там что-то делать кликать прожимать все что только можно быстрее 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 а на дк ты стоишь и спокойно там раз сейф два сейф там если надо 3 сейф хочешь соло босса добьешь не хочешь не убивай умирай вместе с группой сейчас то есть неделя идет с модификатором кровавый ой кровавый говорю взрывной что-то я путать их начал вот модификатор взрывной но нажми ты антимагический панцирь перед смертью мобов на тебя стаки не повешиваются это же вообще гениально но на варе там рефлект прожмешь только на минус 50 и все ну да конечно надо это это правильно прожать но антимагический панцирь все-таки получше выглядит в этой ситуации намного на самом деле этот видосик как я уже самом начале сказал он должен был быть записан реально месяц назад намного было бы меньше вопросов по этой тематике но надеюсь на все эти вопросы я ответил ну типа почему дк и в чем превосходство дк на двором а превосходство есть и очень большое на самом деле как бы грустно это не звучало так оно и есть на самом деле мне очень грустно осознавать то что я шесть лет отыграл на варе и другой класс другой танк лучше чем бар грусть печаль обида как говорится ладно всех вам благ счастья здоровья все равно мою грусть не поймете легендарок там вам побольше делайте лейку как говорится ставьте лейку делайте подписос на мой канал ну и все у вас будет хорошо и легендарки пулут и маунты будут и также 910 а то и выше кристаллы будут дропать саргунита давайте не теряйтесь до скорого все ссылочки в описании а